здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша сегодня у нас в программе волшебник я нисколько не шучу и не иронизирую это сценарист актер режиссер анимационного кино человек который подарил нам летучий корабль и очень много других замечательных фильмов гарри яковлевич бардин гарри яковлевич добрый вечер доброе утро у нас у нас день спасибо а гарри большое спасибо что в это поднял для вас время вы согласились побеседовать с нашими радиослушателями и тогда у меня самый первый и самый короткий наверное будет вопрос анимационное кино или мультфильм как правильней что в лоб что по лбу значит все таки будем придерживаться анимационного кино горяглич вы у вас образование актера и вы работали в театре имени гоголя но все-таки перешли в анимацию почему именно анимационное кино почему именно мультипликация мультипликация пришел через микрофон потому что как актер я много озвучивал мультиплима и мне это так понравилось потому что озвучание мультиплима действительно это абсолютно волшебство не зря нам на озвучание приходили к рифе им хата к рифе им вахтанговского театра малого театра потому что они отрывались по полной как говорит молодежь а тогда я получил огромное удовольствие от озвучания и столкнулся с мультипликацией вот так через микрофон озвучив много мультфильмов я понял что я могу написать сценарий я написал один сценарий его приняли и написал вторую опять приняли но по после этого я написал с василием ливановым пьесу дон жуан для театра образцово такая пародия на мюзикл которая была поставлена образцово причем он предложил мне вместе ставить и я пришел и впервые сергей владимирович записал мою трудовую книжку режиссер постановщик так что он мой как бы повивальная повивальная детка и вот я с ним работал пока мне не сказали на своей мультфильме что вот один сценарий поставлен а второй висит на балансе киностудии это очень серьезно экономические что никто не ставит и мне говорили вот вы же режиссер вот вы и старте но я в этом ничего не смысле но а что у вас записано в трудовой книжке ко мне пристал директор я режиссер ну вот вы старте и я подумал почему нет и вот я ценю в себе и предлагаю молодым ценить себе вот это качество когда внутри себя ты говоришь себе могу вот это могу она во мне сидела я почувствовал что я смогу я пришел к образцову повинился и ушел ушел и поставил свой первый мужчин это был мультфильм достать до неба и я когда мы приняли фильм на своем мультфильме они как вы определили меня что я могу это делать и вот с тех пор это мой как бы причал горяк лишь я не хотел бы чтобы мы сегодня говорили насчет политики это всегда очень тяжело сложно и может быть даже неправильно и все-таки очень маленький такой вопрос который всегда возникает это художник и власть довольно всегда эта тема постоянная тема трудная на ваш взгляд должен быть художник а всегда в оппозиции к власти и или все-таки нужно искать компромиссы или просто согласиться с этой властью и жить удобно и хорошо есть много примеров и эпохи возрождения и советских времен когда как говорится люди не сотрудничали да ну я в этом смысле я остался юношеским максималистом я с двухтысячного года до двухтысяч нет 2010 года я распрощался с министерством культуры я понял что наши пути расходятся что те заявки которые я буду писать и сценарий а так я пишу сам свои сценарии мультфильму они находятся не в той идеологии которую исповедовал министерство культуры и и поэтому я туда больше не ходил таким образом для себя я решил эту проблему власть и художник я решил что я без власти обойдусь и пока вот обходился и до сих пор я уже четвертый фильм ставлю ставлю на средства моих зрителей у нас есть такая крафазиковая платформа планета .ру и где собирают деньги на свои мультфильмы люди не собирают но это как бы они меня возвращают признание меня или любовь ко мне монетизируется скажем так я этим бесстыдно пользуясь прежде чем задать следующий вопрос я хочу для наших youtube зрителей показать вот я принес специально специально а трехтом них такой настольная мои настольные мультфильмы которые называются и говорят еще будут знакомы называются серый волк and красная шапочка летучий корабль и чуча и всем это мои настольные детские мультфильмы которые я всегда смотрел и многим нашим youtube зрителям очень рекомендую и для них и для их детей еще раз посмотреть или впервые кто-то будет смотреть а да я лишь с этим в продолжении всего значит сказанного хочу спросить вас месяц назад илон маск известный миллиардер американский запустил свою ракету свой свой частный проект сделал вы свой летучий корабль запустили в семьдесят девятом году вам дорос а если тот кто сегодня может запустить летучий корабль в россии кому это интересно как вы считаете ну у нас я знаю ко мне он не обращался есть такой нации режиссер алексей учитель но я его знаю хорошо и он меня знает хорошо тем не менее не позвонив мне и не упредив меня он решил снимать летучий корабль в игровом варианте ну флаг ему в руки конечно но это по этики не очень красиво мы посмотрим да я сказал мой внук летучий корабль поставили на сцене театра игрового ну дополнили там еще музыкальными номерами и пригласили меня последний момент меня поставили в известность и пригласили меня с внуком внук кстати находится сейчас у вас в америке он живет майами это мой самый любимый человек на земле вот он сейчас майами и вот мы с ним тогда пошли он жил еще в москве мы пошли в театр посмотрели спектакль и он сказал дедуля ты на меня не обидишься я что такое твой мультфильм лучше я не обиделся горяк вещь а вот если брать американского анимационное кино то она больше направлено на развлечения и больше направлено для детей и людей среднего возраста да то есть как говорят в америке тенейджеров а советская мультипликация или аминционное кино а было иногда социальным то есть что я имею ввиду допустим если взять а федора хитрука то он поставил такие как история одного преступления человек в рамке остров до остров да то есть и были из среди ваших работ есть такие же социальные работы например конфликт а три мелодии которые я вчера посмотрел получил огромное удовольствие а даже а даже он это вообще ящика петховина прошу прощения да да лучше петховина и предпочтение моя работа не сейчас я снимаю другой работ предпочтение это болеро 17 более 17 вы скажите да вот у меня вопрос просто а а надо ли вообще а чтобы вот эта социальная тематика до звучала в таком жанре как анимационное кино или все-таки может быть лучше чтобы почему надо себя сдерживать в рамках жанра я волен выбирать ту тему которая меня волнует на сегодняшний день я выбираю это такой вопрос многие артисты достаточно сложные люди и ну на может быть не всегда дисциплинированные а вот ваши артисты они вообще артисты анимационного кино я имею ввиду именно герои рисованные они как бы подчиняются воле режиссера кто из ваших героев которых вы создавали был самый дисциплинированный с которым легко работалось или кто был как раз вот сложный товарищ не управляемый не управляемых кукол нет если бы у меня были не управляемые куклы я бы выбросил мусорное ведро и они не годны мультипликации а есть какой-то герой который похож именно на вас нет ну а кто ваш любимый а кто любимый ваш герой кто из того кого вы создали самый такой ближе всего к вам я не могу сказать кого-то выделить я боюсь обидеть других героев а горяк это все мои дети и поэтому говорить что я кого-то люблю больше это обидеть других это все все из меня это и моя фантазия мои причуды мои волнения три волнения по поводу судьбы моей страны то что я выражаю своими социальными лентами они социальными вы правы но я делюсь со зрителями и нахожу отклик самое главное иначе я не собирал деньги на крауфальдинговой платформе горяк лишь как в советское время появилась такая песня как песня водянова в исполнении анатолия попанова потому что слова жизнь моя жестянка да ну ее в болото конечно можно трактовать по-разному но все-таки в советское время она звучала довольно жестко но я бы не сказал что жестко но очень да так с намеком ну наверное она была близка по настроению поэтому так прижилась прижилась я должен сказать что я сделал сейчас я делаю двадцать шестой фильм своей жизни и как бы вправе рассчитывать даже полнометражный фильм взял видели бы или нет гадкого утенка конечно 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 но когда я говорю что я решил мультипликации меня город но какой самый известный фильм вы можете сказать спросил меня один таксист я говорю ну вот летучий корабль на что он сказал как вы разве еще живы как бы он понял меня как это такая классика что я должен лежать на молодежи чем давным давно но вот он пришелся пришелся вот так что уже четвертое поколение смотрит этот мультфильм такой следующий вопрос ваших фильмах я именно делаю акцент на том что это фильмы очень важную роль играет музыка и я обратил внимание готовясь к этой передаче что давние ваши фильмы это музыка веселая эта музыка современная это музыка дунаевского и отца и сына более развлекательная в результате вы как бы чуть-чуть перешли на другой уровень мультипликации фильмов и музыка у вас уже классическая это как-то связано с вашим мироощущением с тем что ну все-таки как говорят если ты хочешь понять какую ты жизнь прожил тебе надо послушать баха вы знаете ну вы же меня видите да да я да я уже не молод поэтому соответственно настроения мои меняются что-то я воспринимаю более серьезно мактин дунаевский все мне предлагает замутить нечто подобное как летучий корабль мы еще с ним сделали вторую картину пип папу ее если помните конечно конечно ну вот нарочно и хулиганство не получается это должно родиться если есть такое настроение если есть потребность в то это может возникнуть но нарочно это не может меня то что последние годы заботить вот об этом я и делаю фильмы свои а еще еще такое уточнение какая ваша классическая музыка любимая вот вчера брат мне позвонил эдуард и говорит обязательно посмотри а даже и три мелодии это ты ты что-то увидишь очень очень глубокое интересное и я когда увидел альбинони я честно говоря оторопел то есть этот фильм дает больше мне кажется чем многие фильмы которые идут даже по два часа вот ваша классическая музыка это что это кто может быть ну это у меня разнообразный вкус я я люблю классическую музыку и более-менее ее знаю и каждый раз когда я начинаю новое кино я думаю о том какая будет музыка кто мне из композиторов прошлого поможет достижение моей цели кто мне будет помощником и нахожу вам ту любимую мелодию которую я ставлю ее под нее делаю и делюсь со зрителем а иногда и с юным зрителям который думаю что эта музыка из моего мультфильма а на самом деле это просто моя любимая музыка я использую горяк лишь в советское время в анимационном кино работали очень талантливые и интересные я бы даже сказал гениальные режиссеры но если взять в отличие от меня нет я вы будем так говорить вы стоите в одном ряду я еще не назвал фамилия хотел бы их назвать чтобы наши радиослушатели и нашли или дом нели это и борис дешкин и иванов воно и сестры брунберг и александра снежка блотская если не ошибаюсь борис степанцев анатолий резников да то есть целая группа девочки лев атоманов далее фатаманов да по моему даже один из основателей мультипликации в советском союзе то есть это я только вспомнил тех кто сразу как бы приходит на ум почему нас на ваш взгляд я когда вошел вошел на киностуде эти классики живые ходили по коридорам и как бы для нас это внушало нам трепет и это авторитет был непререкаем и сейчас слово авторитет произносится только в уголовном плане до уголовный авторитет плане творческом это как бы не оговаривается сегодня ну такая такой стиль отношения тогда для нас это было конечно встреча в коридоре с дешкиным с хитруком с ивановым воно это было событие мы их обожали но вот почему допустим сегодня насколько я знаю да я могу только назвать три фамилии вы александр петров и юрий норштейн хочу для наших радиослушателей бронзиты хранди да я хочу для наших радиослушателей сказать что александр петров единственный российский мультипликатор обладатель оскара за фильм вторики моря а наш гость обладатель золотой пальмовой ветви каннского кинофестиваля за фильм вы крутасы да кстати обратите на это внимание по моему вы даже единственный обладатель золотой пальмовой ветви в этой области насколько это правда я вам должен сказать по поводу фильма даже возвращаясь я его люблю этот фильм люблю как бы я в нем высказался высказался по поводу толерантности но он как бы обложен с двух сторон с одной стороны я получил экуменический приз от иоанна павла второго за этот фильм а с другой стороны я получил приз за свои фильмы от московской хейсонской группы от людмилой михалом алексеевым за свою правозащитную деятельность вот так два полюса как бы сошлись и иоанн павел второе это это не творческие как бы центры личности один экуменический а другой значит за правозащитную деятельность ну вот я этим горжусь а горяк мы сейчас должны уйти на рекламную паузу и через пару минут мы вернемся и продолжим нашу беседу оставайтесь на линию пожалуйста спасибо в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на западе ее ведущие гэри брумер и эдвард сегодня мы беседуем с актером сценаристом режиссером анимационного кино гарри яключим бардиным гарри яключ вы с нами да я с вами ничего что я демонстрирую нездоровый образ жизни ничего не главное что вы демонстрируете нам жизнь это самое главное это это нам очень интересно и хотел бы сразу задать вам вопрос а опять же готовить к передаче я пересмотрел все ваши почти все ваши фильмы и обратил внимание что им не нужен перевод им не нужна и нас адаптация к иностранному языку вы считаете что язык человеческое общение и музыкальный язык музыкальный язык более важен эмоционально для ваших фильмов потому что я вот смотрю у вас герои общаются именно с помощью звуков да это не нужен звуковой барьер языковый барьер мои фильмы преодолевает барьеры и поэтому если ваши слушатели зайдут на youtube канал гарри барьер то они могут посмотреть мои фильмы без всякого перевода дорогие тропатка рекламы да дорогие друзья это вполне это интересно это зайдите посмотрите потому что то а какое удовольствие вы получите от просмотра этих фильмов поверьте это стоит того и они не подлежат время да это фильмы я вспомнил ваш вопрос по поводу персонажа вот мне моей жизни удался один персонаж который нет природе это чуча 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 вот я пожалуй это персонаж очень люблю потому что придумать новый персонаж мультипликации очень сложно очень сложно но у нас по пальцам можно перечесть там микки маус чебурашка вот того чего нет в природе и вот когда придумался этот персонаж то потом оказалось при после первой серии мультипликатором так было с ним удобно работать что потом они у меня попросили вторую серию я согласился пришел придумал вторую серию если первый мультфильм о любви второй о дружбе о том что такое дружба по моим понятиям вот я расписал это а третий сценарий они уже казали мне довод был замечательный бог троица любит но это для меня атеиста не не было аргументом но тем не менее я придумал третью историю и третья история заключалась в ревности не менее сильном чувстве и тогда потребовался без и кармен кармен свита и так произошла моя первая встреча с владимиром спиваковым потому что звучит в исполнении его оркестра кармен свита и записана она была замечательным я использовал горяк лишь а в перестроечное время а был такой очень хороший интересный фильм курьер а карина шахназарова и вот одна героиня в исполнении я думаю великолепной а актрисы старой школы эду русовой говорила такую фразу я часто смотрю телевизор и могу сказать что у нас замечательная молодежь смотрите ли вы часто телевизор и может ли вы сказать то же самое что говорила героиня эду русовой эту рубшу у меня знакомы не понаслышке это урусова у меня пела если помните фильм серый волк и красная жарочка за бабушку она пела за бабушку мир в розовом свете вот она пела на плохом английском языке на плохом французском языке и владела на им довольно слабо но для эмигрантки из россии это было вполне приемлемо но сказать что я смотрю телевизор я смотрю культуру чаще всего а так более более нет скорее всего больше я даю предпочтение фейсбуку потому что федеральные каналы смотреть невозможно это сплошная пропаганда а я к ней отношусь отрицательно а кто герой нашего времени как вы это видите как бы вы его описали ну хотя бы для студентов если бы вас попросили герой герой те молодые ребята которые выходят сегодня на площади рискуя быть арестованными и затолкнутыми в автозак вот это герои и я надеюсь в принципе на них потому что они могут что-то изменить у нас стране именно они потому что они выросли уже после перестройки они они низ они уже росли свободными свободно мыслящие и много самостоятельно мыслящих молодых людей на них и расчет в начале передачи горя клич я сказал что вы волшебник абсолютно не иронизируя и как вы цене не не портя это слово а вот вопрос помните фильм золушка до старый фильм надежды кашеверова и там мальчик говорит я не волшебник я только учусь для того чтобы вот ваш путь вы до сих пор учитесь или все-таки вы уже такой метр волшебник метр да или все-таки вот этот процесс мультипликации он бесконечное обучение нет это если я себя почувствую метром мне можно не выходить на работу то есть моя работа кончилась я буду называть себя мысленно по имени отчеству и отпущу живот я могу стать и показать живота у меня нет вот я вполне еще чувствую себя молодым внутри от всех регалий от всех призов я не стал метром и более того мне свойственно рефлексия сомнения я каждый раз сомневаюсь в результате и в процессе я не то что многое меняю но многое подвергаю сомнению когда я делаю фильм уверовать в то что я получил индульгенцию от международных фестивалей и могу делать как угодно это индульгенция у меня нет потому что режиссура это ну как можно сказать это такая профессия сволочная это каждый раз приходится это теорема это теорема это не то что вот тебе дано а теперь требуется доказать вот каждый раз ты доказываешь и каков будет финал итог этой теоремы ты не знаешь а что это это нормально потому что если я почувствую себя уже метром то мне конец кого из мультипликационных героев ваших ну а может быть и в мировом масштабе вы хотели бы видеть следующим президентом россии президентом россии но и с под текстом вы же понимаете я имею ввиду именно мультипликационный до кого бы вам хотелось бы лучше персонажей туда не тащить наверх нет лучше не надо пусть они будут живые живые потому что персонажи все-таки они от и до они или у нас или не знайка на луне а в данном случае в кремле да это не тот персонаж да я не знаю я могу сказать конечно хочется чтобы был человек президент который бы ходил консерваторию любил спивакова его оркестр чтобы он знал хорошо классическую музыку чтобы он знал хорошо литературу чтобы он относился к культуре не как к обслуге своей власти а как самостоятельно культура по культуре будет считывать нашу эпоху не по выброшенным пластиковым пакетом горя клич вы как актер а снимались двух культовых фильмах это фильм розыгрыш и москва слезам не верит у вас небольшие роли но поминаю запоминающийся да я я всерьез к этому не отношусь это так это было было что которое допустил мой друг мишу ну для звал как ну просто как свой талисман я откликался ну я к этому серьезно не могу отношусь а тогда следующий вопрос вы являетесь одним из режиссеров передачи обвгдейка вы ставили несколько передач в этой системе если сейчас на российском телевидении какие-то детские передачи и вообще что слышно в россии с детскими передачами имеют такого же плана как обвгдейка или может и другие какие-то передачи которые действительно направлены на детей на их развитие развитие взросления ну вы знаете к сожалению у нас была студия горького она есть это детских и юношеских фильмов юношеских но сегодня она делает совершенно другие дела я не знаю что она выпускает даже сейчас сейчас нет направленности на детскую аудиторию к сожалению но что раньше это было это была забота государства несмотря на ее жесткую идеологию но для детей делались ну мультфильм вообще считался что это детская продукция а были и игровые фильмы которые делались именно для детей передач таких типа обвгдейки сегодня на экранах телевизора нет нет ну заполнил шоу или попса ли пропаганду а горяк лишь ваш сын павел бардин известный российский режиссер и снял несколько хороших сериалов как вы видите что он может сегодня сня какое его как бы мы последнее время мало о нем слышим может быть вы нам немножко бы рассказали о сыне и может быть какими-то проектами он сейчас занимается я с удовольствием могу сказать про своего сына у меня значит у нас есть национальная премия ника российская вот у меня это пять штук а у него две штуки у нас самое богатое семейство по количеству них он первый ник он получил за фильм свой россия 88 такой антифашистский фильм где он жестко высказался и талантливо это все я горжусь тем что его гражданским и творческим поступком и он сделал фильм сериал салям москва если вы не видели посмотрите да посмотрите это сделано талантливо талантливо сейчас он как бы ну исповедует те же взгляды что и я на поклон не идет денег на него никто не собирается давать нельзя скульптуры он пробавляется чем благо что он у него хорошие мозги и хорошее перо он пишет сценарии для сериалов и морга даже будет снимать вопрос очень интересно вы сейчас говорили что у вас пятник у павла а две ники есть понятие такое звание в россии вы являетесь заслуженным деятелем искусств россии нет 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 потому что это очень интернете ошибочка вышла у меня нет звания вообще вообще не а как же вы без звания гаяклища и до проживая ждал вашего интервью шапчика узнали что есть такой бак не ну вы 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 знамените чего я государственное премия россии есть и у меня я награжден орденом знак почет вот все а то есть википедия ошибается правильно окей тогда продолжение а вообще нужны ли эти звания на сегодняшний день в россии потому что советское время это имело может быть даже смысл для людей искусства а на сегодняшний день когда я вижу что вручает звание народный артист михаилу пореченкову это вызывает у меня какое-то недопонимание и ну зато он будет лежать на удоводевич ну наверно его преимущество передо мной более никакого не долг это было это старая сталинская еще система система когда разделяю власть он этим покупал званиями персональными машинами с водителями дачами государственную которую мы раздавали таким образом покупался художник у меня этого нет я ничем ничем не обязан все что я добыл я добыл своими руками горяк лич вчера я прочитал статью известного писателя дмитрия быкова вы наверное его знаете наверно это мой друг вот видите а он написал небольшую статью о русском народе в общем и идею высказал вот такую сегодня они его выбирают завтра они его проклинают а послезавтра ждут когда акева промахнется что вы можете сказать как бы вот его идею как бы я не хотел бы опять же политику затрагивать то она как бы боком все-таки как-то везде проходит что все что касается россии но вот дмитрия быкова идея в собеседнике может когда при можете прокомментировать эту это высказывает это высказывает я с ним согласен у нас по поводу бунта бессмысленно беспощадные да это возможно народ терпелив но достаточно возникнуть какому-то вспышки как часто оба русской и вышли люди невзирая на коронавирус не взирая на опасность задержания люди вышли и в этом смысле я думаю народ какой-то момент терпение его лопнет потому что последнее голосование я не хотел говорить но уж коль вы затронули они обнулили не его срок пребывания на престоле они обнулили мою жизнь они лишили меня надежды не только меня они лишили надежды моего сына моих внуков вот внуки наверно доживут что до 36 года я уже нет ну поэтому они меня лишили этой надежды галя ключа бы обычно живут до 120 так что время у вас есть я я еврей я знаю но я не знаю евреи который вы будете первым горяк ли уол дисней создал целую империю анимационного кино и суда входит уже как говорится не только сами а гениальные мультфильмы но и как говорится целая артипа производства и парки и так далее и так далее если среди мультфильмов уолта диснея самый любимый ваш фильм конечно мой первый фильм который я посмотрел мультфильма сонный был к счастью бэмби он так и остался самым любимым и я хотя говорят не сотвори себя кумира у меня есть три кумира три это уолт дисней это чарли чаплин и это федерико феллини это три человека которые ну вот исполины в искусстве исполины конечно уолт дисней потрясающий сказочный и то что он сделал это останется на века другое дело что в девяносто втором году когда я был на студии уолта диснея мне президент студии предложил остаться я не остался ну но зато теперь мой племянник работает на студии уолт диснея он моложе меня но он работает правда не режиссером он организует программное обеспечение да 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 конечно правильно а гаряки каким нужно быть человеком какими качествами надо обладать чтобы стать мультипликатором надо видеть необычное в обычно надо иметь определенный взор надо подмечать то что другому обывателю это не видно найти это показать посмешить или или наоборот заставить прослезить но это так клавиатура на которой я играю я играю я играю в открытые демократичную мультипликацию которая понятно всем и должна волновать если она не волнует мне это не интересно она должна волновать должно быть послевкусие не просто ржачка потому что я не люблю когда сейчас говорят посмотри мультфильм такая ржака ради того чтобы кто-то поржал целые полтора года трудиться это извините меня не стоит того должно оставаться послевкусие чтобы человек после этого выходил и что-то оставалось вот какой-то свет шоу бы от этого мультфильма каждого произведения а мы смотрели гадкий утенок это абсолютно гениальный фильм я не даже его не называю мультфильмов это анимационный гениальный фильм с музыкой с классической музыкой в исполнении владимира спивакова спивакова да если еще какая-то какое-то произведение сказка которая бы вас заинтересовала и вы могли бы сделать вот такого плана фильм где есть ли юмор и слезы и ну естественно присутствует гениальная музыка великие слезы и любовь ну вы знаете полуметражный фильм у меня взял 6 лет моей жизни я на такие подвиги уже не кажусь я должен начинать то есть как у пушкина я утром должен быть уверен что с вами днем увижусь я так вот я должен начинаю понимать что я должен закончить полуметражный фильм она такие большие дистанции я уже бежать не смогу ну а если есть какая-то сказка которая вот эти у вас все-таки было время вы бы сказали да вот именно это произведение мне бы хотелось бы перенести на экран ну пока нет пока нет у меня обычно я снимаю одно кино об загашеньке есть другая идея вот сегодня я снимаю кино я уже снял больше половины иду к финалу ну и по-прежнему собираю деньги на создание этого фильма но следующий но пока и не вижу пока не вижу пошло горяк лишь наша передача потихоньку подходит концу время есть время и короткий вопрос чарли чаплин или юрий никулин чарли чап горякевич мы вынуждены закругляться я хочу вам от всей нашей радиостанции отлично от нас пожелать здоровья пожелать чтобы у вас были силы закончить для творчества тот фильм который вы снимаете чтобы у вас были силы и пожелаете желаю желаем чтобы нас услышали все радиослушатели посмотрели ваши мультфильмы я обращаюсь нашим радиослушателям те кто смотрит нас на youtube канале обратите внимание это гениальный гениальный режиссер анимационного кино и я при этом нисколько не как будто превышаю не говорил что это это действительно так горячий берегите себя и я надеюсь что у вас состоится я хочу признаться в любви к вашему городу я один раз был в нём вот я поразил своей красотой и его мысли назвал бомбоньер по сравнению с нью-йорком это бомбоньерка это очень красивый красивый город очень компактный красивый и я был просто поражен его красотой я влюблен в него вы счастливые люди что живете в этом городе спасибо большое наилучшего и мы вас ждем в гости в нашем прекрасном городе все самого наилучшего всего самого наилучшего спасибо вам большое